Объявлен чемпион Якутии по дрифту. Им стал житель столицы республики Дмитрий Сморыгин. При этом молодой человек не относит себя к уличным гонщикам, нарушающим правопорядок. О жизни победителя и нюансах дрифта рассказывает Александр Лысак. Житель Якутска Дмитрий Сморыгин просматривает одно из недавних собственных выступлений. Последние два года молодой человек занимается дрифтом. Это вид автоспорта, где, самое главное, демонстрация техники управляемого заноса. Машины нашего героя привлекали с детства. Об уровне мастерства говорят многочисленные кубки и медали. Пришлось, конечно, чуть-чуть попотеть, потренироваться на площадке. Но я говорю, начинал с зимы. Зимой проще, легче, медленнее, можно сказать. Железный конь – модернизированный Ниссан Скайлайн. Популярная модель среди фанатов дрифта. За рулем этого автомобиля Дмитрий выиграл несколько турниров. Несмотря на это, машина проведет зиму в гараже. С наступлением холодов японские автомобили выдающихся показателей на соревнованиях не показывают. Поэтому опытные дрифтеры покупают машины и для зимних заездов. В нашем случае это всем известные «Жигули». Но с новым мотором, обновленной ходовой частью и еще кучей других переделок. В итоге наш герой вложил в нее 50 тысяч рублей, что в 10 раз превышает изначальную стоимость авто. Вложения себя оправдывают. Победы на большинстве зимних соревнований тому подтверждение. Оба автомобиля Дмитрий использует только для заездов. Про недогонщиков, любителей погонять по-якутску, парень говорит, что они бросают тень на все дрифтерское движение. Не гонщики это, кто гоняют. Хотелось бы их наоборот привлечь к себе, чтобы они к нам приходили, тоже вместе с нами чего-то добивались, гоняли, доказывали. Именно на площадке закрытой, где есть безопасность. В этом году Дмитрий добился одной из главных побед – звания чемпиона сезона. По итогам трех этапов парень не оставил шанса соперникам. Как и полагается, триумфатору вручили внушительных размеров кубок. Очень тяжелый, потому что все настоящее – турбина, поршня, тормозной диск. Да, очень рад. К чему стремился, того добился. Сейчас Дмитрий Смарыгин ждет, когда выпадет снег, чтобы начать готовиться к зимним состязаниям. Нужно подтверждать чемпионское звание, ведь наш герой намерен завоевать второй кубок. Александр Лысак, Василий Соловьев, НВК «Сахам», Якутск.